Сегодня в городе организовано 34 маршрута, которые обслуживают садовое общество. Из них 19 работают круглогодично, остальные сезонно. Если говорить про качественные изменения транспортного обслуживания, то таким немаловажным моментом, который оценили наши садоводы, был связан с обновлением подвижного состава тюменского пассажирского автотранспортного предприятия. Вы знаете, что в городе приобретено было 47 новых автобусов особо большой вместимости, гармошки, которые называются, и это позволило в летний период по особо востребованным садоводческим маршрутам эти автобусы задействовать. Если говорить, какой эффект мы получили, то в этом году не было жалоб практически на то, что где-то садоводы не могут с своим большим урожаем вернуться домой после трудового дня. Также работа ведется ежегодно по переводу автобусов из разряда сезонных в разряд круглогодичных. Например, в этом году перевозки по круглогодичному расписанию были организованы на 129 маршруте и на маршрутах Салвирского тракта 145-147. Решения эти принимались на основании изучения пассажиропотоков по этим маршрутам. И когда вообще садоводы к нам обращаются с просьбой о том, что организуйте оно в зимний период, то мы всегда говорим, что это решение, оно в первую очередь зависит от них самих. Потому что там, где маршрут действительно востребован и количество проживающих садоводов увеличивается, соответственно, есть основания для того, чтобы такой маршрут сделать круглогодичным. И также были приняты меры по увеличению количества автобусов. На маршруте 36 был добавлен еще один автобус в зимний период. И также на маршруте номер 100. Помимо этого, периодически поступают предложения садоводов о корректировке расписания. Мы эти вопросы рассматриваем совместно с председателями садовых обществ и союзом садоводов. Потому что обращение от одного конкретного гражданина, оно может в массе своих остальных садоводов не устраивать. Мы такие вопросы обсуждаем публично и находим оптимальный вариант, который устроит большинство садоводов. Редактор субтитров А.Семкин